МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире новоурайской обещательной кампании программа «Объективно о спорте». О самых главных событиях спортивной жизни нашего города узнаете далее. Смотрите в выпуске. В числе лидеров Свердловская область стала самым спортивным регионом страны. Готов к труду и обороне, в предновогодний период в Новоурайске прошел целый ряд мероприятий, на которых жители города могли выполнить нормативы комплекса ГТО. Знатоки узлов собрались в городском клубе туристов, чтобы проверить свое мастерство. Подробнее об этом и многом другом – далее. Выпуск начнем с приятной новости для всего спортивного сообщества Среднего Урала. Свердловская область признана лучшей среди регионов России в сфере физической культуры и спорта по итогам 2017 года. Диплом губернатору Евгению Куйвышеву вручил во вторник, 19 декабря, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Регион-победитель конкурса национальной премии определяется путем суммирования баллов по следующим критериям. Золотые медали, завоеванные спортсменами субъекта Российской Федерации на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских играх, а также международных соревнованиях. Проведение на территории региона международных всероссийских и физкультурных мероприятий, подготовка спортивного резерва и строительство спортивных объектов. Евгений Куйвышев поблагодарил министра и членов конкурсной комиссии за поддержку и признание заслуг Свердловской области в спорте, отметив, что Средний Урал входит в число регионов страны, где уделяется самое пристальное внимание развитию профессионального и любительского спорта. В 2017 году в Свердловской области состоялось более 7,5 тысяч спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 2 миллионов человек. С уверенностью можно сказать, что Урал вновь подтвердил статус опорного края державы. Спортивный успех региона складывается из физкультурно-спортивной работы в каждом населенном пункте. Новоурайск в этом плане тоже находится на передовой. Напомним, наш город по итогам минувшего года был признан самым спортивным муниципалитетом в своей группе. На территории Новоурайского городского округа ведется подготовка Олимпийского резерва страны, работа по адаптивному спорту, а спортивный клуб «Кедр» организует большую работу по проведению спортивно-массовых мероприятий. Также в Новоурайске активно внедряется комплекс «Готов к труду и обороне». На минувшие недели выполнить нормативы комплекса можно было всей семьей в рамках фестиваля «Мама, папа, я» ГТО «Одна семья». На участие в этом спортивном событии заявилось более 20 семей. Им предстояло посоревноваться в гибкости, прыжках в длину, подтягиваниях и других нормативах комплекса «Готов к труду и обороне». Вообще идея появилась так, что многие, кто приходят сдавать с семьями, детям тоже интересно, и приходят и мама, и папа, и мы решили объединить. Поэтому создался фестиваль «Мама, папа, я» спортивная семья, ГТО «Одна семья». Вот и сегодня заявилась 21 семья, но еще стала приходить и стали записываться. У нас три возрастных категории 6-8 лет, 9-10 и 11-12, то есть разнообразные, разновозрастные группы, так скажем. Выполнение предложенных нормативов – дело для неподготовленного человека непростое, поэтому условия зачета норматива были предложены в упрощенном варианте. Сегодня у нас всего четыре испытания теста. Мамочки с папочками выполняют подтягивания, мамы с низкой перекладины, папы с высокой перекладины, все выполняют полностью, и детки, и родители, прыжок в длину, на пресс. Только дети у нас за 30 секунд, а родители за минуту, все-таки они постарше и посильнее. Вот сейчас у нас будет подсчитываться результаты по 100-очковой системе, таблице, так скажем. Там для простых жителей берутся в средние такие результаты, что не максимальные, что могут выполнить все-таки детки. Среди семей участниц были как новички, так и те из родителей, кто активно занимается спортом сам и показывает достойный пример своим детям. Ну мы за здоровый образ жизни, любим спорт, сами занимаемся и привлекаем своего ребенка к этому. Ну еще пропагандировать здоровый образ жизни тоже тем самым, чтобы люди увидели. Зимой на лыжной гонке катаемся на лыжах, летом бег. У меня горные лыжи, сноуборд, ребенка тоже на горные лыжи поставили. Очень любит ребенок на коньках кататься. Пускай выходят на улицы, гуляют, бегают, катаются на лыжах. Это очень полезно, да, очень полезно для здоровья. Ну мы всегда рады участвовать в каких-то спортивных мероприятиях и тут нас пригласили поучаствовать, мы были рады. Только вперед. Жителям города тоже советуем быть активными, жизненный уклад, чтобы был активный. По результатам соревнований лучшими в своих возрастных группах стали семьи Блиновых, Жигаловых и Зыряновых. Но самое главное в таких состязаниях это не достижение высоких результатов. Для этого проходят другие соревнования. Этот фестиваль призван помочь родителям и детям приятно, с пользой, а главное вместе провести время. Этого, к сожалению, очень не хватает в наше время. Студенты города тоже присоединились к выполнению нормативов комплекса ГТО. В рамках универсиады 2017 команды новоуральских колледжей два дня соревновались, улучшали свою физическую форму и развивали силу воли. Подробнее расскажет Ульяна Скрыгина. Новоуральский клуб «Кедр» предоставил студентам возможность улучшить физическую подготовку и укрепить командный дух. Первый день универсиады проходил в тире. Юные спортсмены упражнялись в меткости, старательно целились в мишень в игре в дартс, а позже стреляли из настоящей пневматической винтовки. Очень здорово, как я считаю, тем более для молодежи. Где-то не злоупотреблять ничем. Приобщаться к спорту, тем более ГТО, указ президента, все должны к этому стремиться. На следующий день студентов ожидал фестиваль ГТО. Все сдавали упражнения на пресс и подтягивания. Также еще одним нормативом у юношей было отжимание, а у девушек наклон на гимнастическое скамье. От каждой команды было заявлено 10 человек, равное количество девушек и юношей. Но для студентов медицинского колледжа сделали исключение. На физкультуре мы смотрели, кто дальше прыгнет, кто больше отожмется и так далее. Вот у девочек у нас вообще такая возникла, прецедент такой возник, что хотела, ну нужно 5 человек, а пришло 6. И решили, что все будут участвовать, потому что это для будущего хорошо. В здоровом теле здоровый дух. Молодежь Новоуральска активно занимается спортом. Участники универсиады не стали исключением. Для меня спорт – это интересная жизнь, в которой можно реализовать себя. Спорт нужен для того, чтобы быть здоровым, сильным. Сюда пришел, чтобы защитить свой университет, колледж. Для меня спорт – это самое важное. Занимаюсь я легкой атлетикой уже 8 лет. Когда я пришла на легкую атлетику, я вообще не представляла, что это за вид спорта, что он мне даст в дальнейшем. А сейчас, когда я связала свою жизнь с этим, просто невозможно уже от этого оторваться. Я решила принять участие в ГТО, чтобы проверить себя, что я могу, что я не могу. Спорт может повлиять на характер человека, сделать его более устойчивым к чему-либо, к каким-нибудь трудностям. По итогам универсиады 2017 третье место заняла команда студентов Новоуральского медицинского колледжа. Второе место у представителей колледжа МИФИ. А победителями стали спортсмены Новоуральского технологического колледжа. Ульяна Скрыгина, Антон Пылаев специально для программы «Объективно о спорте». Пока одни еще только выполняют нормативы комплекса, другие уже получают заслуженные золотые, серебряные или бронзовые значки. В детско-юношеской спортивной школьной номер 4 их вручили 100 подрастающим спортсменам. На мероприятии побывала наша съемочная группа. В Свердловской области в этом году нормативы комплекса ГТО выполнили более 42 тысяч человек. Среди них немало иного уральцев. Жители всех возрастов приходят на спортивные мероприятия или в центр тестирования, где выполняют предложенные комплексы согласно своему возрасту. В нашем городе Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» активно внедряется с 2014 года. В 2015 году мы открыли центр тестирования, который находится по адресу Фрунзе 7, бывшая школа 55 и работает на постоянной основе. Сегодня в нашем городе созданы все условия для того, чтобы каждый желающий по своей возрастной категории мог сдать нормативы ГТО. Много семей очень идет, много даже маленьких идет, ребяток уже идут сдавать, нормы пробуют. Кому-то это интересно в качестве поступления, допустим, вычисляются баллы. В стенах детско-юношеской спортивной школы номер 4, которая ежегодно готовит достойную спортивную смену, прошло вручение знаков ГТО школьникам, которые в течение всего года тренировались и выполняли предложенную программу. В нашем городе, как и во всей Свердловской области, реализация комплекса ГТО очень успешна. С каждым годом все большее количество школьников принимает участие в сдаче норм ГТО. И сегодня мы видим, что уже такое большое количество человек награждены на разных ступенях, награждены бронзовыми, серебряными и золотыми знаками. Сегодня всего было награждено около ста человек, и это, наверное, первый раз, когда так массово мы награждаем детей. Мы видим, что это не только старшеклассники, которые боролись у нас до этого в прежние годы за то, чтобы получить золотой знак и получить баллы при поступлении в ВУЗ. Но мы уже видим, как приобщаются младшие к школьнике, к тому, чтобы сдавать комплекс, спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» и пробуют уже свои силы. Воспитанники спортивной школы, в свою очередь, не упустили возможность показать себя и свои виды спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прием нормативов продолжится и в новом году. Желающих будут ждать в Центре тестирования по адресу улица Фрунзе-7. Приходите и получите возможность проверить свою физическую подготовку. Знатоки узлов. Так называется необычный городской конкурс среди новоуральцев. В минувшие выходные состязание состоялось в клубе туристов. Надо отметить, что среди участников конкурса не только профессиональные туристы, но и совсем юные любители походов. С большими и маленькими знатоками узлов пообщалась Наталья Ребрищева. Ткацкий, прямой или встречный – речь не о курсах кройки шитья, а о самых настоящих веревочных узлах. О них все знают участники городских состязаний и знатоки узлов, которые с легкостью демонстрировали свое мастерство на конкурсе в городском клубе туристов. Ткацкий узел для того, чтобы лучше его вязать на соревнованиях быстрее. Сложно? Нет. Применяются они много где. Пустим ту же палатку закрепить. Цель соревнования – привлечь туристов, жителей города к изучению узлов, так как это используется и в повседневной жизни у нас очень активно. Ну и туристы – это один из основных навыков. Соревнования проходили по четырем возрастным группам. Участникам самой старшей нужно было на время связать 16 видов узлов. На десяток меньше у самой младшей возрастной категории. Среди них семилетняя Соня Большакова. Она со знанием дела демонстрирует мастерство, хотя в клуб туристов ходит всего несколько месяцев. У Сони даже уже есть свои любимые узлы – прямой и восьмерка-проводник. Хочу поучаствовать в соревнованиях по вязанию узлов. Какие ты знаешь узлы? Прямой, встречный, восьмерку-проводник, скользящий. А кто тебя научил этим узлам? Меня научил папа и тренер. Место в углу дети выбирают добровольно. Здесь у батареи ребята тренируются, повторяют узлы перед сдачей их судьям соревнований. Я сейчас делаю штык. Что это такое? Это узел, применяющий, например, на дерево можно будет его хорошо затянуть, веревку натянуть. А сложно научиться технике? Я уже в том году научилась. Сколько времени потратила на то, чтобы понять суть и научиться вязать? Этот узел я потратила примерно 5 минут. Заядлая туристка Роза Абасова заверила нас, что научиться вязать узлы несложно. Это как учиться ездить на велосипеде. Если хотя бы однажды попробовал, то схему уже не забудешь. Мы решили убедиться сами, насколько сложно выучить вот так на бегу хотя бы один вид узла. Вообще, конечно, непростое дело, непростая задача вязать узлы, особенно на время. Конечно, сложно. Разновидности узлов существует великое множество. Одни нужны в пешем туризме, другие в водном. Правда, необходимы они и в быту. Мы ежедневно вяжем узлы, завязываем галстук или шнурки на ботинках. Для нас они всего лишь элементы, не имеющие большого значения. И только профессионалы, к примеру, туристы, знают, что узел имеет большое значение. Наталья Ребрещева, Дмитрий Орлов. Специально для программы «Объективно о спорте». В завершении программы анонс спортивных мероприятий на ближайшие дни. 22 и 23 декабря во Дворце спорта «Дельфин» пройдет открытое первенство Новоурайского городского округа по плаванию, посвященное Дню Милосердия. В первый день соревнования начнутся в 15.30, а во второй – в 14.30. Центральный стадион города 23 декабря примет в своих стенах участников новогоднего турнира по настольному теннису. Желающих принять участие ждут с 12 часов. 23 и 24 декабря в зале игровых видов спорта по адресу улица Автозаводская, 23, пройдут товарищеские встречи в рамках открытого чемпионата города по волейболу. Начало игр в 10 часов. Также 24 декабря на лыжных трассах города пройдет открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам и прием нормативов комплекса ГТО по бегу на лыжах. Встречаемся в 9.30 у стрелкового тира по улице Ольховой. А еще в этот день в спортивном клубе «Булат», который находится по адресу улица Гагарина, 11, пройдет открытый чемпионат города по тяжелой атлетике. Старт мероприятия в 11.00. Приходите и принимайте участие в спортивной жизни Новоуральска. На этом наш выпуск, а вместе с ним и телевизионный спортивный год Новоуральской вещательной кампании подошли к концу. Впереди нас ждут новогодние каникулы, которые также будут насыщены спортивными событиями. О них мы расскажем вам уже в январе. Пусть в новом году спорт и здоровый образ жизни идут с вами рука об руку. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин